Здравствуйте дорогие друзья! Очередной обзор проекта Научи Хорошему посвящен анализу основных методов пропаганды алкоголя средствами кинематографа. Один из моментов, на котором мы всегда акцентируем внимание зрителей и читателей в ходе разбора популярных фильмов, сериалов и даже мультфильмов, это наличие в них пропаганды алкоголя, табака и других наркотиков. Как показывает проведенный анализ, элементы этой деструктивной информации в большей или меньшей мере присутствуют практически во всех западных и российских картинах. В этом ролике мы систематизируем накопленный опыт, выделив наиболее часто используемые методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа. Начнем с отрывка из интервью Геннадия Онищенко, чтобы вы понимали, что подобные сцены в подавляющем большинстве случаев появляются в фильмах не случайно. Очень многое делается, и это надо понимать, для того, чтобы смотивировать молодого человека к алкоголю. Я прошу обратить внимание на все наши многочисленные сериалы. Я могу вам привести пример. Есть такая украинская фирма, которая производит алкоголь. Она многие популярные сериалы в нашей стране о милиции, а теперь уже это полиция, финансирует при одном простом условии, чтобы положительные герои после трудного рабочего дня, после большого пережитого стресса обязательно выпивали. Вот вам формирование поведения молодого человека. Теперь перейдем к самим методам. Самый популярный, который используется в 90% фильмах, начиная с возрастной категории 12+, это демонстрацию употребления алкоголя главными, чаще всего положительными героями, в качестве нормы поведения. Эй, я уже освободилась, можем выпить. Давай где-нибудь в пять, и мне нужно обновить резюме. День пьянства писать в опыт или в особые навыки? Мы с тобой уже не соперницы. Этот кобель и меня обманул, так что ничья. Текила или водка? Светлое воринство. А теперь вперед за пивом. Помните, джельтмены, что человек в день должен выпивать не менее двух литров жидкости. От этого и пляшите. Следующий популярный метод заключается в формировании у зрителя стереотипа, что алкоголь следует употреблять практически во всех случаях жизни. Свадьба, похороны, рождение ребенка, любой праздник или просто встреча друзей. Обычно эти моменты сопровождаются созданием иллюзии, что самоотравление во всех подобных случаях является исконно русской традицией, и в этом даже якобы проявляется колорит русского характера. Естественно, все это крайне опасная ложь. Ты хочешь сказать, что эта водка существует только в нашем эмпирическом созерцании? Предлагаю этот образ объединить с ощущениями. Как? По-русски это делают так. Зарца семейства. Третий метод пропаганды алкоголя – это наделение спиртных изделий различными мифическими свойствами, способностью снимать стресс, лечить, вдохновлять, сплачивать и так далее. То есть создание иллюзии, что алкоголь может быть чем-то полезен человеку. Хочешь отдохнуть от семейной драмы? Спасибо. Знаешь, я пыталась заставить твоих братьев наладить отношения, но Элладжи до сих пор зол, так что, Тегила. А вам посмотри вокруг, сколько здесь казанов, Клеопатр, Суперменов. Все моя работа. Приходит ко мне в бар один такой герой. Ну, и с поканом еще не герой, а обычный вач. И надо этому Васе потанцевать. А станциями у Васи трубая. Он ходит ко мне, просит самбуки. И он уже, Вася, скачет, как бабуи. Приходит другой такой у Васи, ему нужно познакомиться с бабой. А с бабами у Васи не вынимает. Армен, текилы! И Вася уже как минимум байра. У вас коньячка случайно нет? Но здесь по-прежнему просто так не наливают. Что случилось? Предательство. Сначала информация, потом напиток. Зачастую в фильмах, особенно нацеленных на детскую, подростковую и молодежную аудиторию, алкоголь демонстрирует как символ взрослости и самостоятельности. В этой связи также отметим, что главная целевая аудитория так называемой теории культурного питья, за которую ратуют многие российские врачи, наркологи и политики, это дети. Был словно мир из книг Феджеральда и Текерея. Подростки ведут себя как взрослые. Привет, милая. Нам стоит простить твою тетю Фрею. У меня сегодня была пара коктейлей для взрослых девочек. Пачку больших семечек и пиво. Девятку. Спасибо. В качестве пятого метода мы выделим технологию, когда бутылки с алкоголем или другие атрибуты самоотравления просто фигурируют в кадре. Зачастую в таких сценах можно увидеть знакомые многим логотипы и бренды. На языке бизнеса это называется продакт-плейсмент. С ним все будет путем. Для хорошего бармена работа всегда найдется. Давай сходим отсюда. Ага. Эй, ты пропустил торт. Романтики хреновой. А как нужно было его использовать? Нам надо бут запускать! Виктор Александрович, я вам обещаю, я ее... Как ты ее найдешь? Не было много цветов. Мы пробьем все цветочные магазины. Подведем итог. Пропаганда алкоголя в фильмах чаще всего ведется следующими методами. Во-первых, это демонстрация употребления алкоголя положительными героями в качестве нормы поведения. Во-вторых, это формирование стереотипа, что алкоголь – обязательный атрибут свадеб, похорон, вечеринок и других значимых событий. В-третьих, это наделение алкоголем эпическими свойствами. Внимает стресс, вдохновляет, заряжает силами, сплачивает и так далее. В-четвертых, изображение алкоголя символом взрослости и самостоятельности. Целевая аудитория – дети, подростки, молодежь. И в-пятых, алкоголь просто фигурирует в кадре, как элемент интерьера или фона. Все приведенные методы в равной степени актуальны как для алкоголя, так и для табака и других наркотиков. Вот пример того, как средствами кинематографа создают положительный образ даже запрещенным наркотическим веществам. Да, у тебя порошком всегда будет только мука. О, придумал. Сегодня в парке один мужик продал мне большой пакет. Детки, это был большой пакет сэндвичей. Ого! Только спрячивать, ну чё? Кто хочет подымить? Скуби, нам уже по 30, мы больше не курим сэндвичи. А под сладенькое? Давай. После следующей меня на врачку пробивает в натуре. Вообще, кто это им сочиняет? Ну, тут сценаристы сериала. Надо у них по-любому поинтересоваться, где они затариваются. Кроме того, эти методы пропаганды наркотических веществ используются не только в кинематографе, но и во многих других сферах массовой культуры. В частности, рэпер Тимати совершенно открыто и бессовестно заявляет, что хотя он сам не пьет, но не гнушается гробить здоровье своих слушателей. Получает деньги от алкогольной маппи за то, чтобы в его клипах фигурировали спиртные изделия. Почему ты используешь в клипах шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле? Ну, вопрос очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как продукт-плейсмент. В гугле забейте, что такое продукт-плейсмент, и получите четкий ответ на этот вопрос. То есть, это для тебя не стилистический момент, ты продаешь эти обуви? А вот так зарабатывают многие российские телеведущие. Не кажется ли вам, что единственный реальный путь борьбы с наркотиками – это легализация? Никаких объективных данных о том, можно курить в присутствии третьего лица или нет, нет и быть не может. Я обвиняю, я обвиняю табачное лобби, что ко мне подходило табачное лобби где-то, может быть, лет шесть назад. Я им сказал, что я не курю, я не курю, и больше считаю это абсолютно вредным. Абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что – это не имеет значения – табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая – курить, безусловно, вредно – это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребята, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет шесть назад 10 тысяч долларов в месяц. Доказательством того, что выявленные в этом обзоре методы пропаганды работают, служит статистика, согласно которой все люди рождаются трезвыми, но к выпуску из школы большинство российских ребят уже употребляют алкоголь. Если называть вещи своими именами, то все те режиссеры, сценаристы, продюсеры и актеры, которые участвуют в создании подобных фильмов, осознанно или нет, но своими действиями они помогают реализовывать завет Гитлера и проводить геноцид русского народа. Всем, кто не до конца разобрался в проблеме алкоголя и по какой-то причине до сих пор пребывает во власти теории культурного питья, настоятельно рекомендуем ознакомиться с курсом лекций Владимира Фахреева «Уроки трезвости», лекциями Жданова и с материалами проекта «Общее дело». Живите трезво! Подписывайтесь на наш канал, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и включайте работу по возрождению нравственности в СМИ. Продолжение следует...